Приветствую вас. Я думаю, что для начала было бы очень неплохо, если бы вы сформировали бы для себя какую-никакую цель. То есть, что делать, чтобы что? Чего вы хотите? Потому как пока вот вообще не очень понятно, чего именно вы хотели для себя, какую именно проблему вы хотите решить, свою или дочери? Вот. Ну, одна из существенных трудностей заключается в том, что вы ведете себя как жертва. Вот. Вы ведете себя как жертва и вы жертвуете собой ради дочери. И это, наверное, первая проблема, которая является причиной того, почему она так себя ведет странно. И дело здесь не в генетике, а в том, что, очевидно, вы ей все позволяете. Позволяете ей явно больше, чем следовало бы позволять. И позволяете вы ей это, как я думаю, из такого чувства вины перед ней. Вы чувствуете, что вы виноваты перед ней. Правда, я не очень понимаю, за что вы перед ней виноваты. Ну, может быть из-за того, что без папы ее оставили, может быть. Еще по какой-то причине. Вот. Такая вот история. Мне кажется, мне кажется, что крайне важно, чтобы вы перестали транслировать ей, что вы виноваты. Вот. А вам, вполне вероятно, надо будет поработать с чувством вины. И с выходом из вот этого состояния, жертвенного состояния, в котором вы находитесь сейчас. Это перестать пытаться заменить ей того человека, которого вы, в принципе, заменить не способны. Но вы, вот, объективно, не можете это сделать. Да, вы не можете заменить ей, например, отца, допустим. Потому что вы женщина. И вот если вы перестанете это делать, перестанете пытаться заменить ей, кого-то, то ситуация будет гораздо лучше. Федерация будет гораздо более свободней. Ну, ну, вам. Вам, по крайней мере, будет гораздо легче. Такой момент. Это то, что я могу вам сказать. Сказать. За то, что я могу вам ответить. В целом, в целом, конечно, работа с самооценкой, предполагается, и все-таки с формированием женской модели поведения, именно ваши женские модели поведения, чтобы вы смогли создать еще одни отношения с мужчиной, который бы и стал, вероятно, тем недостающим звеном, который помог бы вашей дочери обрести гармонию. А для вас являлся бы результатом, следствием того, что у вас что-то получается. Результатом и следствием того, что вы личность вырастет. То есть, ваша потеряность, ваша потеряность, а, обсутствие целей и чувство вины перед дочерью, которое вы транслируете, очень мешает, очень мешает. Понимаете? Какая штука. Поэтому я надеюсь, я надеюсь, что вы сделаете для себя определенные выводы. Вот, я надеюсь, что вы подумаете над тем, чего вы хотите, что вам нужно. И дальше уже ситуация будет формироваться так, как хочется вам, а не кому-то другому. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Субтитры сделал DimaTorzok